как уберечь компьютер от вируса 5 правил гибербезопасности да мне не нужны антивирусы я не дурак чтобы запускать файлы с непонятных сайтов среди тех кто так говорит нет людей без вирусов на компьютере но они просто не знают об этом в этом видео мы расскажем об антивируса и о других правилах компьютерной гигиены которые резко уменьшают шансы заражения итак поехали использование самых последних версий операционных систем десятилетиями используют одну и ту же версию windows это как ездить на одной и той же модели автомобиля может вам и кажется что раньше трава была зеленее но без подушек безопасности и прочих современных фишек вы подвергаете себя лишнему риску новая версия операционных систем выходит регулярно не только для того чтобы производитель мог заработать денег microsoft уже доказала это бесплатным обновлением до windows 10 но и чтобы быть более устойчивыми к все более изощренным технологиям взлома второе правило обновлять программы и операционную систему но недостаточно просто перейти на последнюю версию операционной системы важно не откладывать обновление которое она регулярно предлагает установить так как нередко они содержат исправление критичных уязвимостей с помощью которых хакеры получают доступ к вашему компьютеру вот горячий пример к примеру вирус вымогатель ванна край использует уязвимость windows чтобы зашифровать ваши данные и требовать за них выкуп а microsoft выпустила заплатку для этой дыры за два месяца до глобального заражения но недочеты в безопасности встречаются не только в операционных системах они могут быть в любой программе именно поэтому всегда стоит обновлять все что обновляется и не пользоваться старыми заброшенным программами или софтом или уже не поддерживаем версиями таковых так как через них злоумышленники также могут атаковать ваш компьютер итак следующее правило антивирус конечно просто обновлять все все программы в срок это только полдела без эффективной защиты вы все равно подвергаете свои данные большому риску тем более что уже давно не обязательно платить серьезные суммы за антивирус в интернете полно бесплатных но качественных продуктов плану про лучшие из них мы уже рассказывали наш в наших видеоматериалах антивирусы не только сверяются со списком уже известных зловредов но также стараются отслеживать странное поведение программ например программа может попасть под подозрение при несанкционированном шифровании нескольких файлов подряд особенно в самых популярных директориях вроде рабочего стола и документах пользователя следующее правило backup один из самых действенных способов борьбы с вирусами цель которых испортить или же зашифровать ваши данные является backup ведь если у вас есть запасная копия важных важных данных вам уже не придется платить за них выкуп в случае инфицирования компьютера вы просто отформатируете диск поставите заново систему windows и скопируете данные из бэкапа долго но дешево и самое главное нет никакой гарантии что злоумышленники вернули бы вам ваши файлы после того как вы передали им выкуп ну и последнее правило бдительность возможно самый очевидный из всех советов но не менее важный и эффективный не открывайте ничего подозрительного неизвестные файлы и программы из интернета найдены на неизвестных форумах где одни подставные пользователи уверяют других подставных пользователей что это нормально что программа попросила ввести код из sms всевозможные ссылки внутри электронных писем и даже завлекающий контент внутри социальных сетей может быть вредоносным а если уж очень чешутся руки кликнуть на подозрительную ссылку или открыть программу неизвестного разработчика еще раз пройдитесь по этому видео по этому списку и убедитесь что ваша операционная система обновлена до последней версии антивирус работает это же обновлен а важные данные сохранены в надежных местах за пределами компьютера которые хотите подвергнуть риску